Начиная с 10 мая, США в Андижанскую область Узбекистана запретили ввоз кыргызстанского от цемента. С тех пор прошло 11 суток, но ситуация без изменений. В данный момент на контрольно-пропускном пункте Долстух стоят 103 грузовика. Всего в них более 2000 тонн цемента. Водители не знают, как быть, ведь они уже оформили таможенные волокиты и поэтому везти назад тоже закон не позволяет. «Мы этот цемент не можем обратно на завод отвезти, так как он оформлен как товар на экспорт. Если эта партия попадет на местный рынок, то могут возбудить уголовное дело в отношении производителей. Об этом нас предупредили представители местных заводов. Мы просим представителей власти, посольства помочь решить эту проблему. Мы хотели вернуть цемент на заводы. Там, оказывается, нет места для хранения такого объема». «Вот уже десятые сутки каждый день утром приезжаем. Поздно ночью уезжаем. У нас был заказ в Россию. Мы должны были заехать и забрать груз. Мы и выбиваемся из графика. У нас у всех кредиты семьи. Нам всем тяжело. Теперь каждый день расходы лишние на стоянку, на такси. За страховку ежемесячно платим 50 долларов». «Цемент держать в машине опасно. Если вдруг пойдет дождь, он пропадет. Кто будет за это отвечать? Мы, например, платить за этот груз не собираемся. У всех кредиты. Самые малые платят 20 тысяч сомов ежемесячно кредита. Если не собираются разрешать ввоз, так и сказали бы, чтобы мы не ждали зря, а уже уехали и думали, что делать с грузом. А если откроют ввоз, то пусть скажут дату. Мы бы пока занялись другими делами. Уже сроки погашения кредитов поджимают». Узбекская сторона не впускает грузовики из своего государства. По словам водителей, это говорит о том, что не в машинах дело, а в том, что в них цементе. «Нас тоже вернули с таможни, не пропустили. Мы ночуем в машинах. Не можем оставить ни сам транспорт, ни груз без присмотра. К тому же далеко каждый день ездить в Андижан и обратно. Лишние расходы – еще и жара. За каждый рейс зарабатывали по 100 долларов. Уже все потратили, пока здесь ждем. За стоянку тысячи сомов, за питание и на прочие расходы». В свою очередь представители заводов уже пытались выяснить, в чем же причина запрета. Обращались в Министерство экономики и в посольство Кыргызстана в Узбекистане. Однако и там информации пока не владеют. «Мы можем предполагать, что узбекистанские производители цемента, они, возможно, сейчас не могут хорошо продавать свой цемент. И, может быть, они обращались в какие-то государственные органы. Возможно, вот эта причина. А другой причины не может быть. Потому что качество очень высокое, очень хорошее качество цемента». «В целях защиты отечественной продукции?» «Да, да, да. Скорее всего, так мы полагаем. Но в этом случае они должны были бы нам письменно дать разъяснение». Проблему с вывозом цемента сегодня обсуждали и на заседании парламентского комитета. Депутаты потребовали от главы Минэконома Олега Панкратова разобраться в ситуации. Тот сообщил, что переговоры идут как по каналам межведомственным, так и дипломатическим. И если переговоры не дадут результата, ответные меры будут обязательно приняты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова